Продолжение следует... Ваш счет заблокирован. Для разблокировки нужно перейти по ссылке и ввести, например, свой пароль от личного кабинета или электронного кошелька. По ссылке открывается сайт, действительно похожий на страницу вашего банка или сервиса, хотя выглядит не так аккуратно. Но, допустим, в торопях вы этого не замечаете, ведь счет заблокирован, хочется скорее решить проблему и послушно вводите свой пароль. А сайт на самом деле фишинговый, через него мошенники воруют данные, и ваш пароль тоже достается им. Чтобы не попасться на эту удочку, запомните. Платежные сервисы и банки никогда не сообщают о блокировке счета в электронной почте и не спрашивают паролей и пин-кодов ни по телефону, ни в письмах. Не переходите по ссылкам из таких писем. Поддельные страницы могут не только воровать пароли, но и заражать компьютер вирусами. Если закралось сомнение, перезвоните по официальному телефону компании и уточните информацию по своему счету. Прежде чем ввести свои данные на сайте, проверьте его адрес. У фишинговых сайтов в нем будут ошибки и опечатки. Например, вместо money.yandex.ru фальшивая страница может использовать адрес money.yandex.ru. Обращайте также внимание на безопасность соединения. Ищите в строке браузера заветный набор букв HTTPS или замочек. Мы уже говорили о нем в уроке про защиту аккаунтов. Если браузер предупреждает, что соединение незащищенное или блокирует переход на опасный сайт, не стоит пытаться войти туда повторно и тем более не надо вводить там платежные данные. Не всегда задача мошеннического письма встревожить пользователя. Иногда охотники за деньгами идут другим путем, делают невероятно выгодные предложения или в обмен на небольшую помощь сулят несметные богатства. Об этом типе писем наш следующий урок.